Коллеги, рядом со мной Татьяна Жаркова, член совета директоров компании Киви. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Сразу хочется узнать, вы были модератором интересной сессии, которая закончилась буквально вот только что. Давайте подробнее о сессии. Да, действительно, сессия была очень интересная. Мы говорили о финтехе в ритейле. На самом деле мы говорили о ритейл-техе, потому что, конечно, новые инновации шагнули не только в финтех, но и в ритейл. И сегодня мы говорили о том, что, конечно, ритейл трансформируется, появляются новые конкуренты. То есть на рынке теперь рядом с классическим ритейлом конкурируют маркетплейсы. И сегодня представители маркетплейсов компании Озон рассказывали о том, как они видят этот рынок, как развиваются, как по-новому общаются с клиентами, как активно интегрируют туда финансовые продукты, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы не могли затронуть тему самозанятых, потому что, безусловно, это еще одно большое веяние, вообще развитие гикэкономики. И участие там самозанятых, оно, конечно, проходит во всем мире, но и в России в том числе, и особенно касается ритейла сейчас. Период пандемии нас всех активно толкнул в новое потребление. Потребление на диване, как я говорю, активно стало развиваться, безусловно, логистика, что в свою очередь стал развиваться рынок самозанятых, курьеров, курьерской доставки и так далее. И, конечно, решение для развития этого сегмента самозанятых, которое представляют коллеги и компания ЮДУ, и решение, которое представил сегодня Альфа-банк, безусловно, оно очень важное решение для создания условий вообще развития этого рынка. Безусловно, поговорили о клиентском поведении, и сегодня было очень интересное исследование коллег из Тинькова, которые рассказали о том, как на самом деле происходят покупки, и кто и когда что покупает, какие произошли изменения. Для меня, конечно, было интересно то, что действительно, как выглядит покупательская наша, скажем так, кривая в течение недели и в течение дня. И, как выяснилось сегодня мы на секции, что во время работы наши сотрудники активно занимаются покупками. Это не происходит не вечером, это происходит в течение дня, и это происходит не воскресенье, ну, как ожидалось, наверное, шоппинг в воскресенье, а происходит в течение недели. Поэтому сегодня, мне кажется, мы со спикерами поговорили о очень многих аспектах, которые сегодня происходят, направлениях, которые происходят сегодня в ритейле, в том числе, как онлайн влияет на новые форматы, да, и если раньше термин «фиджитал» был применен только к банкам, мы знаем, сейчас это достаточно активно развивающийся тренд, то сегодня мы видим возможность трансформации оффлайн ритейл-сети тоже в формат «фиджитал». Появляются новые форматы, и сегодня коллеги в том числе представили и такие решения. Поэтому, на наш взгляд, время возможностей, и, как я сегодня завершила секцию, китайской мудростью о том, что, когда дует ветер перемен, одни строят стены, другие – витринные мельницы, и я думаю, что наши участники строят витринные мельницы, я всем это советую делать. И надеюсь, китайские мудрости нам сейчас точно должны помочь. Совершенно точно, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.